Registry Backup. Приветствую вас. Представляю вашему вниманию программу, которая делает копию реестра и в дальнейшем при необходимости восстанавливает реестр в один клик. Отличная программа, она меня выручала и рекомендую к использованию. Есть портативная версия, Portable. Это как точка восстановления системы, только реестра. Делает копию реестра, backup. И затем, если система работает некорректно, можно попробовать сначала восстановить реестр на момент создания копии. Если не поможет, тогда с помощью точки восстановления системы. Это официальный сайт, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Здесь можно правой кнопкой кликнуть в браузере Chrome, перевести на русский и почитать. Программа бесплатна, резервное копирование и восстановление в один клик. Портативную версию можно запускать в флешке. Будем устанавливать портативную. Если понравится, можно установочную. Портабл нажимаем Download, No Sanks. Еще раз нажимаем Download Now. Сохраняем на рабочий стол. Вот наш архив. Два раза кликаем. Копирую название. Регистри бэкап. Создаю папку. Правой кнопкой кликаю. Создать папку. Называю эту папку. Регистри бэкап. По-любому можете назвать, чтобы вы знали, что в этой папке находится программа. Файл. Выделить все. Правой кнопкой кликаю. Извлечь указанную папку. Выбираю папку. Вот она, Registry Backup. Выделяю ее. Ок. Все. Архив нам не нужен уже. Удалить. Открываем папку. И вот самая нижняя. Tweaking на регистре бэкап. Выделяем. Правой кнопкой кликаем. Запуск от имени администратора. Открывается программа. Настройки. Сеттинг. Здесь вот где будет храниться бэкап. Путь. Можно изменить. Выбрать. Но я ставлю по умолчанию. Настройки все оставляем по умолчанию. Пять бэкапов можно делать. Здесь можно изменить. Но оставляем все как есть. Помощь. Саппорт. Восстановление реестра. Бэкап. Реестра. И нажимаем Backup Now. Создать копию реестра. Вот она создается. Successful. Успешно. Создана копия. Нажимаем Restore Registry. И вот здесь вот треугольничек. Нажимаем. И вот наш бэкап. 139 мегабайт. 92 сотых. 29.10.2020. Время. Компьютер. Размер 139.92 мегабайта. И допустим у нас на компьютере. Что-то пошло не так. Windows работает некорректно. Обычно это бывает после чистильщиков. Программ чистильщиков. Оптимизаторов. Бывает что-то программа удаляет нужное. И чтобы не пользоваться точкой восстановления полностью. Это длительный процесс. Полностью всю систему откатывать назад. Первое рекомендую восстановить реестр. Потому что иногда эти программы чистильщики. Практически все. Бывает глючат. Удаляют что-то нужное. И поэтому приходится откатывать систему назад. Все программы причем. Даже Ccleaner знаменитый. И то мне приходилось откатывать систему назад. После чистки реестра. И вообще реестр лучше чистить как можно реже. Я считаю. Пусть лучше лишние файлы будут на компьютере. Чем что-то повредится в реестре. Но вот эта программа позволяет восстановить реестр. Допустим у нас что-то пошло некорректно. Windows работает не так как хотелось бы. Нажимаем треугольничек. Выделяем наш... Здесь может быть несколько у вас. Через месяц можете еще бэкап сделать. Выделяем наш... Бэкап. Вот он он. Выделился. И нажимаем Restore Now. Восстановить реестр сейчас. Да. И вот идет восстановление реестра. Предлагает перезагрузить компьютер. Да. Перезагружаемся. Сеанс будет завершен. Ждем. И вот автоматически перезагрузка пошла. Компьютер перезагрузился. Смотрим сколько места занимает папка. Правой кнопкой кликаем. Свойства. 759. Ну 8 мегабайт. Открываем ее. Правой кнопкой кликаем. Запуск от имени администратора. И через время допустим через месяц. У вас Windows прекрасно работает. Все отлично. Вы делаете еще одну копию. На всякий случай. Backup Now. Создается копия реестра. Смотрим. Restore Registry. Открываем. И вот вторая копия. Первая 1047. Вторая 1052. Вы можете выбрать любую. И опять восстановить. Restore Now. Восстановить. При необходимости. Вот такая вот отличная программа. Рекомендую. Папку можно поместить на флешку. Можно оставить где-то на диске D. Отличная программа. Рекомендую. Много места не занимает. Но пользу она приносит отличную. Пишите отзывы, замечания, пожелания, вопросы. В комментариях под видео. Ставьте лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok